Девушки отдыхают Если честно, я вообще не хотел снимать его Честно Потому что мне кажется, что надо У меня часто сейчас спрашивают, третья часть будет Я говорю, точно с моим участием нет Потому что Или того, что я не хотел снимать Мне кажется, надо рассказать одну историю Надо придумать какую-то другую историю И другую рассказать Как о Никто, он про Чапаева и Игорьского рассказал Надо какой-то гаишника-блондинка А потом какой-нибудь политический о Никто Потом про Чебурашку с Геной Ну так что В 85 серии одного и того же Как мне один знакомый говорил В 18-й раз смотрю этот повтор Прекрасной няни И плачу, но смотрю, тошнит уже Я вовсе повторяю Не хочу, чтобы тошнило Тем более, мне кажется, есть Как бы потенциал Потому что, чтобы рассказать другую историю Может быть, совсем в каком-то другом ключе Есть уже мысли о второй, может быть, истории? Нет, мысли есть И мысли всегда есть Как человек без мыслей вообще Странное, странное существо Есть мысли и хочется сделать Какую-то такую фэнтезийную комедию Для всех возрастов, опять же Для детей, для юношества и для взрослых Скажите, а почему в этом фильме Именно вы причастны к созданию сценария? Почему не приняли Прошлого автора? Между прочим, главного редактора Максима Александра Ну так получилось здесь просто Что мы как-то Да, здесь вообще эксперимент был Потому что авторами являются Два режиссера монтажа Вот Мария Сергеенкова Она, конечно, сама из Санкт-Петербурга Надо заметить Она обладатель С Двух Золотых Орлов За Брестскую крепость И за мы из будущего За монтаж И Ольга Прошкина Не менее известный режиссер монтажа Которая монтировала И Сидоровские фильмы И Бригаду И Бои с тенями И они явились авторами идеи А мы подхватили уже Сережу Платон Ну так получилось И написали сценарий Не знаю, почему нужно Ну так сложилось так Эдуард Мне бы хотелось немного узнать Об образе русских И об образе русской семьи Которую вы создали сначала В первом фильме И он немного присутствует во втором Были прототипы в действительности Знаете Мы буквально неделю назад Были сначала в Краснодаре А потом в Ростове-на-Дону И в Ростове-на-Дону Позвонил человек Когда был эфир на радио Даже вот предпремьерный показ И перед показом Нас попросили на радио Значит сделать анонс Позвонил человек и сказал Как вам не стыдно Изображать нас русских Такими Какими вот вы их изображаете Вот в образе Ардова и Федора Добронрова Мы не такие Мы не такие Мы не так одеваемся Мы себя так не ведем уже давно И просто-просто стыдно И стыдил меня очень долго Самое смешное Что я в этот вечер Улетаю из города Чуть-чуть опаздываю на самолет Вбегаю Сажусь И рядом сидящий человек Делает так Сейчас мы с тобой будем мешать Коньяк и шампанское И по полной программе Вот это все С частушками С песнями С усаживанием С вызовом охраны Это продолжается Там он залетает в самолет Жалко В таком крене идет Он пять раз пытался встать Чтобы он был С наш арбат Поэтому Вы знаете Я вам признаю честно Я наверное Один из немногих Кто до сих пор Катается постоянно В метро На общественном транспорте Ходит по улицам Я в год Объезжаю по России По России Порядка 90-100 городов Каждый третий день Я в каком-то городе И я там общаюсь с разными людьми Не только с устроителями И с теми, кто принимает Я разговариваю с публикой Я это очень люблю делать Разных специалистов Разных возрастов Разных социальных слоев И когда мне так говорят Я всегда отвечаю Не надо мне рассказывать Про русских Не надо Ребята Потому что Я сам русский И я знаю Что они все очень разные Мы все очень разные Но вот единственное Что нас объединяет По-настоящему И почему мы такие живучие Это потому что Мы единственная нация Которая очень любит Над собой постебаться Посмеяться Похохметь А уж как в соседа Опустить Ну это же Это первое дело Поэтому Мне кажется Что в постыдном Здесь ничего нет Я в постыдном Ничего не люблю Есть Чуть-чуть Где-то Более городовского Где-то менее городовского Но то что Вы знаете По поводу Ноны Я в первом эфире Не особо это освещалось Но вот Вся история С тем Что она закосила под собаку Это реальная история Одной девушки С туркулевки Муж ее застал С любовником И она начала лаять И 9 месяцев Она была в психушке Косила под собаку Я перемкнула И Так что Где вывесел Где Ну мне показалось Симпатичным Такой разворот По крайней мере Неадекватное поведение Понятно То есть у вас есть Знакомые С туркулевки У меня разные знакомые Я хотел на это чудо Посмотреть Вообще На эту нацию И на все остальное Тем более Что говорят Что великую китайскую стену Построили мы Она в другую сторону Смотрит Если обороняться То она смотрит В сторону Китая От китайцев Наоборот Надо обороняться Судя по всем Бойницам Ну и Не знаю Все как бы так сказать Великая страна Большая Она разная Она тоже разная Как и у нас Дальний восток Это одно Воронеже другое Заполярье Третье А вы до создания Фильма Отдыхали в Турции? Никогда Я и после создания Не отдыхал Я в Турции был До этого До первой картины Как мы снимали Я был Раза Наверное Три И то Все по поводу съемок А где черпали Вдохновение? То есть Вы знакомы С особенностями Русского туризма Особенно Турции? Нет Ну По поводу Русского туризма Я вообще знаком Он тоже Он разный Есть активный Туризм Есть пассивный Туризм По поводу Такого Системы Все включено Я никогда не отдыхал И как-то И нигде Ни в одной стране Я вообще жаркие страны Не очень люблю А по поводу того Что черпала я Или не черпала Мы когда были На территории этого отеля Все включено Первую часть снимали Я никогда не забуду У них вечером Там постоянно Развлекательные программы Для отелей Для всех Жителей отеля И мы идем С оператором С Денисом Паном В шортах Такие ободранные Все грязные Подные Все в песке 14 часов смены Было И мы идем Навстречу Нарядные Благоухающие Люди Сейчас кривые И Панов Ко мне Поварюсь Говорит Вот я теперь Понял Гастарбайтеров И мы Рассекает Так толпа От нас Шарахает Потому что мы Все абсолютно Чумазые Какие-то Измученные Кстати Это интересно Как турки Относились К русскими И вообще К съемкам Которые проходили Ну На телес Хорошо Потому что Они знали Где можно Обмануть На телес Прекрасно Но Честно говоря Я вам скажу Во второй части У нас были Ребята Которые помогали Организовать съемки А в силу того Что там Очень сложно Все с организацией Настолько запутанно И Там могут Подставить Перепродать тебя И ты вообще Не поймешь Что произошло На три копейки Разведут У них это просто В крови Если тебя не развели Вот сегодня Ты никого не развел То день в пустую Это как у меня Бригадир на заводе Говорил Ну вот я ничего Не своровал День в пустую Прошу Ничего с завода Не вынес Так и здесь И Там Это было очень Конечно Вот эта сцена Вы видели Где Ленин на сцене Поет С группой Инвойз Из Стамбул Константинополь На сцену Должны были лететь От фанаток Которые Это такой Правообраз наличия От фанаток Мягкие игрушки Должны были лететь Цветы На сцену И должны были Привезти массовку 700 человек Я просил Человек 500 девушек Турецких Чтобы привели Все-таки Надо красивых девушек Снять Как они Фанатеют Танцуют Двигаются Это Своя Турецкая Абсолютно Краска Замечательная За час За час Приводит Значит Ко мне подходит Человек Говорит Пойдем Массовку Покажу Через час Съемка Я вот хожу Вижу 250 суровых Таких парней С рабочей окраиной В пиджаках Ни одной улыбки Они так сурово Стоят Плечом к плечу Их еще так выстроили Цепями Я говорю А где девушки Он говорит Ну не получилось Кого смогли И вот В это время Подходит Костя Романов Регрессионер Говорит Все Игрушки Докупили Раздавать Я говорю Костя Ни одна игрушка Плюшевая Не должна Вылететь На сцену Потому что Мы совершенно Зрители Запутаем Нас не так поймут Почему Суровые Турецкие Мужики Фанатеют Кидают Мягкие Плюшевые Игрушки Вене На сцену Поэтому Там было много Очень такая Серьезная война Войну прошли Кстати было бы Интересно узнать Как бы Турки Отнеслись К вашему Фильму Первую часть Прокатывали И я точно Знаю Что мы Уже сняли Такой Брода Плесни По поводу Этого Отеля Что у них Восемь раз Поднялись Продажи И посещения Его отеля Но они Сказали Нет Это не за Фильм Этиль Причем Мы не ехали А не русские Ну Тоже Самый Фильм Меня все Любили Жалели Кормили Постоянно Постоянно Если вы заметили В кадре Но Я на самом деле Сначала Эдику Позвонила И сказала Что я Наверное Не буду Сниматься Потому что Думала Что все Съемки В Турции Что я Не полечу И Ну Потом Выснилось Что в Москве И все Срастается Удачно И так далее И Уже Когда я Пришла На площадку Они так С продюсером На меня Посмотрели Я говорю Ну Я ведь Поправилась А Они А А Там С каждым Днем То есть Там Уже Такой Месяц Шестой То есть Мне кажется На каждую съемку Я приходила В этих Кассивонах Шире Шире Потому что Я Не Я подходил Примерной Церкви Я говорю Ну Как у нас Делать Они Говорят Еще Спасаем Спасаем Нормально Я Все Шире Шире И Щеки Выдавали И Щеки Ну Все И Поэтому Придумали В итоге Что В итоге В финале Я говорю В кадре Что я Беременная И что Я ем Постоянно В кадре Это тоже Я говорю Ну Если Я Беремен Колбасу Какую Ты ела Тошнило По Несколько Дулей Я Постоянно Морковку У меня Реквизиторы Тащили Камера Матур Не можем По Морковке Снимать Морковка Не готова Учились Мне Несут Морковку Нет Ко мне Относились Прекрасно Беременеть Сниматься Чудесно Все Тебя Так Носят Режиссер Не Орел Никто Не Тебя Всех Греют Укутывают И ты В каком-то Таком Полудреме Снимаешься Потому что В принципе Тебя Себа Барабан Что-то Происходит Ты знаешь Что ты Не одна Что самое Главное Там А это Все Да И как бы Так Я как Пельмень Снялась Что-то Снялась Нет Относились Нет Здорово Я вообще Считаю Что Если Женщина Себя Чувствует Хорошо Надо Работать Сколько Ей Хочется Хочется С первого Месяца Уходить Уходить Хочется До Девятого Работать До Девятого Как Позволяет Ты Чувствуешь Так И Нам Делать Ну Мне Сложно Поспалить Скажите Что Вы Хотели Добавить Сиквел Чего Не Было В Первом Фильме Добавить Добавить Может Что-то Хотели Выразить Семьое Спасибо Теперь моя критика Положительная Хорошо Все То есть Знаю Что Смонтировано Очень Хорошо Тут У меня Претензий Вообще Нет Три Сполаги Тысячи Нарезать Склеек У простого Фильма Полтора Где-то Тысяча Семьсот Здесь Три Сполаги Динамич Скажите Честно Вы Смеялись Когда Смотрели Было Грустно Или Ты Плакал Нет Я Не Плакал Я Говорю Это Такое Ощущение Странное Да Очень Трудно Судить Потому Что Когда Ты Внутри Находишься Ты Не Понимаешь А Эдик Это Вообще Это Ж Ужас Я Всех Артистов Люблю И И Монтировал И Озвучивал Мне Кажется Там Уже Нет Просто Я Люблю Всех Артистов Мне Кажется Я Никого Не Подставил Вот Это Самое Главное Для Режиссера Не Подставив Артиста Это Мое Первое Золотое Правило Которое Я Придерживаюсь Я Когда Смотрю Я Не Смотрю Как На Себя Я Смотрю Как На Персонаж Так Легче К себе Не Отношу Костюм Сами Подбирали Розовый Да Самошила По Началу Нет Художник По Костюму Шляпку Шел Я Шляпку Шел Нет Это Все Конечно У нас Художник По Костюму Подбирает И Ну Там Подбиралось Еще С учетом То Что Надо Было Это Все Прятать То Что Там Живот Мой Уже Рос И Шире Так С учетом Что Фильм Снимается Два Месяца За два Месяца Раза В два Он Вырос Кстати Я Скажу Что Было Очень Заметно Что Вы Были Беременны То Есть Работа Художника Не Удалась Скажите Удалась Ничего Ничего Нормально Между Ребятами Завязался Спор Друзья Если Есть Вопросы Задавайте Пожалуйста Серемка От комедии Дела Сказуем Скажите Долго Я Дела Импровизации На съемочной Площадке Как сильно Изменилась История С момента Написания Сценария До момента Финального Монтажа Она Претерпела Изменения Особенно На стадии Озвучать Потому что Когда Начинали Монтировать Пришлось Дописывать Но не глобально Я думаю Процентов 25 Добавилось Переписалось А вот От самого Первоначального Сценария На съемках Начали уже Менять Потому что Например Федю Мне не отдавали И у меня Вместо 13 дней В Стамбуле Которые Должны Сниматься Мне дали Всего 5 Шерлит Мне больше Не дал Он сказал За 5 Снимешь Как-нибудь Я постарался Напить Поэтому Пришлось Кое-что Переписывать А Вообще Кино Дело Такое Тут Сценарий Редко Остается Слово Слово Многие Многие Вещи Меняются Кстати Насколько Изначально Сценарий Пострадал Переписывание Я не знаю Насколько Он пострадал Что-то Выбросило Я знаю Что Когда собрали Первое кино Сейчас Оно 1.36 А было 3.17 Материал Когда сложили Мы Весь Весь Многие Сцены Просто В линии Все остались А вот Сцены Многие Пришлось Выбрасывать Красоты И проезды И пролеты Потому что Снималось Очень много Зато У нас Ни одного Знаете Как говорится Футаж Самолеты Покупаются Все самолеты Настоящие Сами снимали Это Слава Денису По-новому Нашему оператору Постановщику Замечательному Ученик Юсова Молодой Но очень 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 Далантливый Поэтому В этот раз Все снимали То есть Футажи Не покупали Режиссерская Версия Будет? Да нет Ну зачем Зачем Ну Да пожалуйста Тетя из Тамбова Очень удачно Писалась Это как-то Находка Или это было По сценарию Нет Это было По сценарию Это было По сценарию И тетю Тетю хотели Другое дело Что по сценарию Она приезжала Раньше Но там Уже Так на монтаже Сели И пришлось Немножко Перекраивать Тетя Это моя Просто Большая Любовь Это моя Однокурсница Наташа Щекина Актриса Левкома Она замечательная Совершенно Роскошная И давно Все у нас Не получалось Никак вместе Отработать Уже 20 лет Выпуска Недавно Отмечали Все никак Не получалось Вместе Чтобы В одной Картине Отработать И тут Так все Совпало Что она Смогла И я Прямо на нее Вместе с Сережей Клотовым Мы сели И написали На ней роль И как-то Очень легко Писалась И она Такое Получила Но она Прекрасная Она Чудная Вопросы? Пожалуйста Почему именно Дарина Минга Зидинова Почему именно Минга Зидинова На роли Скажу честно Было Четыре Претендентки То есть Проводился Кастинг Мы делали Кастинг И проводили На Чичик И искали И Когда остались Четыре Претендентки Гриша Ситвин Пробовался Со всеми В один День Пробовался Со всеми И Я потом Подошел К нему Но Даша Удачнее всех Попробовался Я это не говорил Гриша Я говорю Гриша Вот как ты чувствуешь Тебе с ней играть Тебе с ней все Тем более Сложные сцены Вообще Любовная сцена Такая Романтика И все прочее Он говорит Мне бы Лучше всего Удобнее Как-то я Очень чувствую Прямо Прямо Попал Вот на Дашу Ну и наше Мнение совпали И потом Мнение продюсеров Тоже Всех остальных Совпали Поэтому Даша Правда У нее сейчас Тоже Вышла В училище Работает В малом театре И у нее Подряд Сейчас Вот пошли Ну да это Бог Она хорошая девочка Очень Полуфутбол Она там И играет Культура Друзья Если нет вопросов То Вопрос Пожалуйста Гриша Такая Прикосковая История Вам Как филюсеру Приходилось Сдерживать Артистов Чтобы Ехал Со всем Перебор Или наоборот Вам Приходилось Разворачивать Ну У каждого По-разному Здесь На то Режиссеры Стоят Где-то Сдерживают Где-то Наоборот Подзадорить Снимали же Все равно 50 съемочных дней Сегодня такое Настроение Там Бывало так Что Они прилетают С утра Тут же В кадр И прямо Из кадра Уже Понимаем Что-то Доснимаем Тут же Везем Их в аэропор Практически Передеваются В машине Всякое Бывало Поэтому Где-то Надо было Наоборот Сдерживать А где-то Расходились Надо было Попридержать Где-то На озвучании Наоборот На озвучании Выводили Уже Не вели роли Но я бы не сказал Что прямо Такой откровенный Гротеск Так мы постарались Аккуратненько Аккуратненько Я не знаю Насколько получилось Но Сильно в гротеск Не уходили То есть У нас там Такого совсем Уж Винни-пуха Не давали Вопросы? Пожалуйста В первую очередь Хочется сказать Что Фильм удался Фильм смешной И пожелать ему удачи В прокате А вопрос Такой А сейчас Идет какая-нибудь Работа над новыми Проектами Либо еще Над чем-то Придумываем Я лично придумываю Но скажу честно Я Как бы Не зациклен Не только На комедиях И как актер И как режиссер Поэтому У меня Например Как актер Может быть Не поверите Но у меня Раскольников Есть В моем репертуале Есть Фома Пискин То есть Достоевский Шекспир Шекспири даже Я Переиграл всех По-моему В Ромео Джульетте У меня так было Что у меня Четыре постановки Ромео Джульетты были В крайне Я сыграл Кормилицу Но был И Меркуция Был Барис Кормилица И все Закончилось Поэтому Я Не останавливаюсь И Я очень люблю Как бы так сказать Разные Разные Жанры И Меня так учили Я драматический артист Поэтому И в режиссуре Я обязательно Сниму кино Про войну Это я точно знаю Обязательно В силу того Что два родных деда У меня погибли На фронте И четыре двоюродных То есть у нас Со стороны Отца и матери Выкосило Просто всех мужиков И я До сих пор Для меня Самый святой праздник Это 9 мая Это я Абсолютно Даже круче Нового года Он для меня стоит На первом месте У меня просто нету Там С 8 по 12 У меня нету И вот три дня Когда я Сам с собой Со своими мыслями И я Обязательно сниму Военное кино И я Знаю о чем Слава Богу Моя сестра Нашла Был без вести пропавшим Дед родной По отцу Который Вот отец Который Живет здесь В Питере Нашли В Восточной Пруссии Макиву Все С надписью Вот хочу отца Отцу В 83 с половиной года Хочу отца Свозить в Ленинград Туда Благо на нашей Российской территории Поэтому Мне есть что сказать Ну и конечно Я очень хочу Снять кино У меня сыну 9 с половиной лет Правда Недавно он заявил Что Он шел И что-то Я иду с ним Что-то ему Выговариваю Что-то говорю Такая пауза Он говорит Да пора Лишать тебя Родительских прав Вот Но все равно Я его очень люблю И я хочу Снять кино Вот как раз Для его возраста Что-то по типу Знаете У меня детское кино Всегда ассоциируется С Роланом Быковым С гениальным совершенно Режиссером С гениальным актером И я горд Что я окачивал То же самое училище Щукинское училище Что и Роланом Быков И мне бы хотелось Что-то по типу Внимание черепах Что-то такое Вот снять Настоящее детское кино Про наших детей Они уникальные Они уникальные Совсем другие То есть просто Какое-то поколение Индиго Знаете Удивительно Они рулят так Они не хотят Чтобы им было неудобно Например В них Вокруг них должно Все вращаться Причем они так Организуют пространство И так Все раз-раз-раз-раз-раз И все уже стоят На цирлах И все хорошо И вроде не эгоист Никаких претензий К нему нету А он все как-то Организовал быстрее Такие они Менеджеры Менеджеры среднего звена Все молодцы Все Всех построил Эти носят Эти кормят Эти Эти подносят Ну я в школу Прихожу к нему Одна девочка Ему вещи несет Вторая Рюкзак несет Я говорю Жора Ты не обалделай Он говорит Нет пап Все нормально Это так положено Здесь все Все нормально Мы договорились Все хорошо Как уж я не помню В школе у нас Совсем другое Тащишь на себе Портфель Обувь эту сменную Не только свою Но еще девочку Всегда школу провожаешь Здесь нет Здесь все наоборот Где кинул С тобой две Идут Подбирают А так В поле ветер В победе Молодцы Эдуард Владимирович Мы вам желаем Чтобы вы Сняли Прекрасный Замечательный Фильм о войне И прекрасный Фильм о детях Достойный Ролана Быкова И я думаю Что сегодня Мы заканчиваем И с нами был Эдуард Родзик Родзикевич Вы знаете У меня Это ничего Я Ребят Я Напоследок Напоследок Моя учительница Русского языка И литературы С седьмого Класса Она в седьмом Классе к нам Пришла И вот до До окончания Школы До десятого Класса Она произносила Мою фамилию Как Рюкзакевич И все время Краснела Последовательно Скажи, что слово Мы с Эдиком знакомы Как ты все слюнки Говорил Медыныч 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 в кадрах Где Медыныч? Я говорю Эдик, выучи Медынич Хорошо Назови Нет, я говорю Я знаю Я знаю Я знаю А где Медыныч? А где Медыныч? Это очень сложные фамилии И вот вы так Сплелись Первый, второй Замечательно Итак, мы заканчиваем И я Спасибо вам большое Аплодисменты 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 Продолжение следует...